всех приветствую дорогие зрители канала герчики ком с вами виктория сипчук тема данного видео будет про управление сделкой внутри дня и в средний срок я вам скажу такие важные моменты вообще как управлять сделка как наблюдать за сделка в течение дня на что нужно обращать внимание на самом деле многое-многое зависит от вашего стиля торговли да и от вашего похода к торговле от вашего сценария если брать сейчас расстояние до который проходит инструмент на графике дал может проходить определенное количество пунктов там за день определенное количество пунктов за неделю это я сейчас говорю про то да вот первый пункт тар у каждого инструмента есть вода тар мы смотрим на дневном таймфрейме, соответственно, если мы торгуем. Вот я сейчас говорю про именно стиль, если мы торгуем внутри дня. Если у нас внутри дневная торговля, мы ATAR смотрим на дневном таймфрейме. Если у нас торговля среднесрочная, то мы смотрим, соответственно, не ATAR, тут уже не смотрится ATAR внутридневной, он нам уже не нужен. Если мы торгуем в средний срок, в основном, то мы берем более старшие, скажем так, таймфреймы, дневка, неделька и берем какие-то такие расстояния более глобальные. Возможно, по тренду, возможно, какой-то пробой, возможно, какой-то выход из канала. Средний срок, что подразумевает средний срок? Сделка у вас может находиться в позиции несколько дней, а то и недель. Дневку также можно рассматривать именно для точки входа. Также можно рассматривать, да, от расчета ATAR, если мы берем средний срок, например, от нуля. Вот вы заходите прямо от границ от уровня сопротивления, да, либо от уровня поддержки. Например, вы хотите торговать средний срок, но вы заходите на дневки. Но на дневке желательно тоже иметь нулевой ATAR, то есть чтобы покупатель, да, движение начал свое с нуля, либо продвесц начал свое движение с нуля. В чем отличие, да, в средний срок вы, в принципе, можете эту позицию пересидеть. Возможно, инструментом первый, второй день, третий день просто стоит на месте. Вы ждете. То есть сценарий особо не ломается, просто инструмент стоит на месте. Ваша задача просто быть сделкой, да, и у вас должен стоять стоп-лосс, и вы его не должны трогать. Это средний срок. Если торговля внутри дня, и вы просчитали ATAR, например, вот вам нужен сегодня пробой. И вы понимаете, вот вы рассчитали, что этот пробой должен состояться в течение нескольких часов. Сегодня, да, на сегодня, скажем так. Он должен состояться сегодня. И вы видите, да, что ваши действия, если вы смотрите, что, например, пробой не идет. Возможно, он не идет сразу, да, не с первого раза. Возможно, он стоит на месте. Когда волатильность не сильно повышена, это, в принципе, терпимо. Для внутри дня вы можете пока сидеть в сделке. Что самое важное для трейдера? Чтобы у него стоял стоп-лосс в положенном месте, да, чтобы его лишний раз не трогали. Вот у вас стоит стоп-лосс, инструмент, например, стоит на месте и целый день, в принципе, он простоял на месте и так не сделал пробой. Ваши действия. Ваши действия, да, в следующий день начинаются, и вы видите, что, например, пробой этот состоялся. Значит, та сделка, которая была рассчитана на внутри дня, да, она переносится автоматически на следующий день. Так можно делать, да, это при условии, если ваш стоп-лосс не задет. Если ваш стоп-лосс задет, да, например, ваш стоп-лосс задели на сегодня, вы на следующий день смотрите инструмент, что инструмент опять пытается подходить к этому уровню, опять пытается пробивать. То есть вы видите, что сценарий особо не ломается, вы перезаходите. Все, то есть это ваша главная цель, да, чтобы отбить убыток, да, и сделать какой-то вот такой вот баланс. Это ваше управление сделкой, либо это тот момент, да, когда расстояние движения, которое вы не взяли внутрь дня, вы берете его на следующий день. Это вполне нормально. Следующее, да, вот передвижение стоп-лосса, второй пункт. Передвижение стоп-лосса, когда вы им пользуетесь? Тогда, например, да, когда вот внутри дня вы видите, что вам нужен этот пробой в течение нескольких часов. Пробой, например, проходит уже достаточное расстояние, но не касается вашего тейк-профита. Например, там 60-70% уже прошли тейк-профиты. Вы, соответственно, практически немножечко двигаете стоп-лосс, да, чтобы какую-то часть сделки от этой позиции все-таки забрать. Потому что всякое бывает, волатильность либо новостная, либо просто техника, да, либо просто какие-то игроки вмешиваются и просто не дают окончательно забрать, взять движение. Вы просто забираете, да, какую-то треть, да, возможно, часть из позиций. Это передвижение стоп-лосса. В основном передвижение стоп-лосса, оно действует именно на том таймфрейме, на котором вы заходили. То есть, если вы зашли на, если вы проанализировали дневной график, да, и зашли в сделку, возможно, на каком-то мелком таймфрейме, в принципе, вы стоп-лосс должны ориентироваться именно по этим таймфреймам, по которым вы работаете. В средний срок немножечко по-другому. Если в средний срок, да, вы проанализировали недельку и зашли на дневки, дневка, допустим, немножечко прошла, на недельке там еще такое расстояние достаточно, да, чтобы идти, вы стоп-лосс, в принципе, не должны трогать, хоть и инструмент там прошел 10-20%. Все-таки средний срок, она больше направлена на более какие-то глобальные направления. Средний срок, что минус, да, скажем так, в среднесрочной торговле – это терпение. То есть, какие-то откаты, возможно, какие-то даже глубокие откаты вы по системе, да, если у вас прописано, вы должны пересидеть. То есть, это вас не должно пугать. Либо вы просто тогда выходите из сделки, да, в принципе, что я не рекомендую – руками выходить, да, я все-таки люблю вот эти фиксированные стопы, да, либо take profit, но, опять же, скажем, да, стоп-лосс, даже если у вас не сработал и сделка прошла, да, в вашу сторону, то хотя бы вы можете забрать стоп-лосс безупыточную позицию, что, в принципе, я очень люблю. Потому что мы не всегда властны, да, над собой эмоции иногда включаются, иногда что-то мы хотим поменять руками, да, что-то сделать. Этого не нужно делать. Вы себе уже прописали, да, поставили стоп-лосс в положенном месте и поставили take profit в положенном месте. Перезаход, да, третий пункт. Я уже сказала, да, перезаход, то есть, когда вы торгуете внутри дня, очень актуально, да, особенно на следующий день, когда сценарий не ломается. Так очень часто бывает, особенно и на форексе, и на акциях, я замечала. То есть, если вы сегодня заходите, у вас, например, пробой не идет, да, он идет там на следующий день. Это вполне нормально. Вы просто тогда либо не закрываете позицию, если вам рынок это позволяет, да, и ваш стоп не задевает, либо вы просто заходите опять в эту сделку на следующий день. И четвертое – это смена сценария. То есть, что это значит? Смена сценария, по какой причине сценарий может смениться? Во-первых, это новостная динамика. Это в первую очередь. Какие-то новости выходят, ломается рынок, да, ломается техника. Либо просто технические какие-то моменты, которые ломают ваш сценарий. Здесь может быть только стоп, да, то есть, который вы себе поставили. Либо стоп-лосс, да, либо безубыточная позиция, да, если вы, если вам рынок дал возможность выставить позицию безубыток. То есть, что-то одно из них, либо безубыток, либо свой стоп. Что, в принципе, важно, да, вот в управлении сделкой. Вы вот смотрите на сделку, да, вы открыли сделку и смотрите, например, наблюдаете за ней в течение дня. Вас вообще не должно особо беспокоить какие-то движения, какие-то откаты. То есть, они вас сильно не должны вы за это переживать. Почему? Потому что у вас есть определенно фиксированный ваш вот в голове сценарий, да, который вы себе представили. Вы заходите по этому сценарию, если увидите, что что-то не так, то есть, вам что-то не нравится. Опять же, это что-то у вас должно быть прописано. Например, вот как у меня. У меня всеми написано, да, вот определенный ложный пробой, который я торгую. Есть определенный ложный пробой, когда там выстраиваются определенные бары возле него, я либо выхожу из сделки, да, либо я не захожу вообще. То есть, у вас, в принципе, должно быть прописано все от и до, чтобы вас лишний раз-то не пугало. Вот не пошел пробой, например, все, вы получаете стоп. Я крайне не рекомендую именно пересиживать это раз, двигать стопы дальше, да, там, когда вы поставили в одно место, вы начинаете его двигать, или вовсе убирать стоп-лос, в принципе, что крайне неправильно. Потому что, если вы убираете стоп-лос, все, то есть, у вас нет системы. Вы бессистемный трейдер становитесь автоматически, и, соответственно, над вами уже становятся властны ваши эмоции. То есть, здесь уже не система, здесь уже не трейдинг, здесь уже идет азарт, игра и все. То есть, здесь уже все, ломается вся ваша торговая система. В принципе, все. Все, что я хотела сказать в этом видео. Единственное, да, вот повторюсь еще раз. Управление сделкой, да, также внутри дня и средний срок. Но, что вам облегчит, да, вот именно вот это наблюдение, мониторинг вашей позиции. То, что у вас должно быть прописано. То, что вы торгуете, вы должны знать на 100%. То, что произойдет не по вашему сценарию, вы тоже должны знать, что вы должны делать. То есть, ваши действия должны быть прописаны в вашей торговой системе. Это очень важно. И тогда вам будет проще управлять сделкой, управлять прибылью, да, и, в принципе, получать стоп-лос, что вполне нормально для трейдеров. Всем спасибо за внимание. Если видео было полезно, ставьте лайк. Это ваша благодарность. Также подписывайтесь на канал Герчиков, кто еще не подписан. Всем успешного обучения, всем успешной торговли. Всем до встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok